Еще пару слов скажу вам про мои пионы. Собственно говоря, случилось чудо. Последний куст расцвел, и он оказался махровым. Хотя в том году он у меня единственный из всех кустов. Ой, блин, блин, жук какой-то. Цвел. Он у меня единственный из всех кустов цвел, и он был не махровым. Он был вот таким же, но знаете, чуть-чуть, может быть, еще один рядок лепестков был. То есть он был вот такой вот гладкий, представляете? А в этом году он расцвел полностью махровым. Мне на самом деле писала одна девушка, что у нее было так же, что, говорит, первый год зацвели они были, как ромашки, а потом они стали махровыми. В общем, очень я надеюсь, что купила все-таки те сорта. Просто, скорее всего, я их закопала, заглубила. Посмотрите, какая красота, нежность, розовая нежность, боже мой. Сейчас я вам соберу, подождите, этот букетик. Посмотрите, ну не прелесть ли. Это невероятно. А еще вот тут вот у меня распускаются обычные пионы, которые мне мама дала со своей дачи. Откопала тоже, я их, наверное, заглубила, поэтому они еле-еле вот зацветают. Им второй год, но они вот... Ну вот так вот я их посадила. Пересаживать, конечно, не буду, не хочу. И вот это вот люпины, как вы называете, не знаю, люпины, не люпины, они какие-то... Какое-то странное вьющееся вот такое растение. Вот так вот цветет, которые я добавляла в букет с пионами. Ну, у меня, вы как понимаете, это сорняк. Пока не трогаю, но надо будет выдернуть обязательно. Продолжение следует...